Велосипедист из Германии вернулся в Россию, чтобы продолжить свое путешествие. В прошлом году Штефан Хоффман стартовал из Берлина, проехал через пол Европы, страны Балтии, заглянул в Казахстан и финишировал в Омске. Более 5000 километров мужчина преодолел на деревянном велосипеде. Дмитрий Куканус пообщался с путешественником и даже смог ему помочь. Знакомым маршрутом по омским улицам и пока еще налегке. Возвращение в полюбившийся город Штефан ждал более полугода. Говорит, не все родные и друзья понимают его стремление ехать в Россию. Кто-то счастлив за меня, что совершаю такое путешествие. Но есть и такие, кто считают меня сумасшедшим. Но мне особенно приятно, что в России даже незнакомые поддерживают меня, оказывают помощь. А помощь была нужна часто. Рама и рулевая рейка на велосипеде деревянные. Впрочем, чаще из строя выходили железные узлы. Начав свое путешествие в марте, Штефан колесил по России и странам ближнего зарубежья около пяти месяцев. И за все это время только один неприятный инцидент. Во время ночевки под Курганом его обокрали. Но зато те, кто помогал во время всего пути, оставили о себе больше приятных воспоминаний. О прошлогоднем путешествии напоминают надписи на раме. Литва, Латвия, Россия, Рязань, Астана. А вот Омск вписать забыли. Но Штефан разрешил нам исправить это досадное упущение. Пускай с этой надписи начнется летопись нового похода Штефана. Через несколько дней Штефан отправится в Новосибирск. Далее в планах добраться до Красноярска, Иркутска, обогнуть Байкал и финишировать во Владивостоке. А чтобы немного облегчить себе путь по возвышенным участкам Восточной Сибири и Дальнего Востока, Штефан решил прокачать свой транспорт. Установить небольшой двигатель. Диномышленники-велосипедисты, помогавшие во время прошлого приезда, откликнулись на просьбу и в этот раз. Со Штефаном каждая задача не тривиальна с его велосипедом. Поставить двигатель на его велосипед, так понимаю, задача будет непростая, потому что конструкция рамы очень специфическая. Но надеюсь, что у нас все получится. Впрочем, путь все равно предстоит непростой. Но ради пейзажей самой красивой страны, как говорит об этом сам Штефан, он на это готов. Дмитрий Кулканов, Сергей Степанишин. Новости здесь. Омск.